И изгнал будет вон. Евангелие Таана 12.31 Он сам сошел в ад и пленил плен. Ефесянам 4.7 А разбойнику на кресте сказал Ныне же будешь со мною в раю. Евангелие от Луки 23.43 Игнать Тихонович, вы появились? Да, я появился. Да, времени мало остается. Давайте вам слово над ним. Ну давай. Так, я коротко просмотрю то, что до этого разговаривали, о чем. Самая большая ошибка была, что подменены вопросы. И стояли они наоборот. Вопрос. Кто наказывает и за что? Они сначала за что начали говорить. Речь-то идет не за что, а кто. И нам не дается рассуждение. Есть хорошее выражение. Мы о Боге ничего не знаем, кроме написанного в Священном Писании, в Библии. Это Бог говорит. Это определенно, четко и ясно. Вот здесь говорили о Неневе. Да, так, Бог отменил. Не отменил, а отодвинул. Когда Тавид умирал, говорит, сын мой, Бог изрек, он погубит Неневию. Поэтому ты уходи оттуда. Бог просто... И в самом деле он еще не умер, а уже слышал, сын его, что она разрушена была. Вот и все. Надо правильно говорить слова. Словы святые говорят не подменять слова. Вот. Знаете, насильно делали. Насильно иногда приходится делать. Когда завезли картофель, были картофельные бунты в России. Чертово яблоко называли. И поэтому насильно заставляли, принуждали. А потом был неурожай. И на одной картошке выехали. И назвали ее вторым хлебом. Так что, вот сегодня, говорят, тут боятся. А тогда раньше не было. Боялись электричества. Боялись. У нас в деревне там живет бабушка одна. Она верит, что электричество выключается. Она что на расстоянии, как эти были, вот включали. А она это не верит. Это уже от сатаны. Она сразу от сатаны. Вот в храме мы если снимаем, от сатаны. То есть, все сатана. Мы должны понять, что Бог не гневается. У него нет этого чувства гнева. Гневается, значит, он и раскаялся. Бог сейчас отворил человека. Раскаялся. То есть, не знал, что получится. Ну, красивая девушка. Женился, а потом раскаялся. Она оказалась не такая. Стервозная такая. В мать свою такая же. Вот. Это то же самое. Тут надо понимать слово антропоморфизм. О человечине. Чтобы мы Бога приняли. Что Он участник в нашей жизни. Прямо псалмопевец говорит. Простру сапог мой наедома. Буквально понимать сразу вопрос. А какого размера сапог? Что целую страну давнул, как червяка после дождя. Все. Надо образно это понимать. А Бог любит. Как любит? Кого любит, того наказывает. Вот теперь мы и сомкнули. Любовь Его заключается в том, что Он погубил мир. Это любовь Его. Затоуст говорит, что Он избрал самый легкий вид казни. Смерти. Самый легкий. А самый тяжелый. Это умереть от голода. А утонуть от самой легки. Поперхнулся и на дно и ничего нет. Он даже не почувствовал нигде. Я попутан. Они Неве разобрались. И Иов говорит, стоило ли вам за Бога припираться и лгать? Это ко всем. За Бога не надо припираться. Иов это сказал, и он испытал. Дальше. Ну, мы насильно сказали, что люди сомневаются, а почему именно шестерка? Это особый вопрос. Каждое число, оно несет в себе какую-то информацию. Этим люди занимаются. Это не каббалистика. Определенно делится, оно не делится. 13 не делится ни на что. Его считают чертова дюжина. А 12 делится. 14 делится. И вот представьте сейчас, сколько люди в мире говорили. Сколько написали музыкальных разных. Конца краю нету. Но вот мы... Тут человек нашелся, Новиков Сергей Александрович. И там у него стоит на складе, лежат мои книги, симфонии. Их надо животворить. Он в виде книги их сделал и напустил музыку. Ну, а какую? Я говорю, ну, возьмите Себастьяна Баха, Страсти Матпея. Ну, там, Пятую симфонию Битхоина. То есть, то, что я знаю. Только не берите Вагнера и Скрябина. Этих не надо. Это там чистый сатанизм у них идет. Я глухой, а маленько... Ну, чуть-чуть слышал. Он так и сделал. И когда выставили, сразу же рядом синяя черта. Что вы не можете выпускать это, потому что вы воспользовались чужим трудом. А кто? Он умер. Ну, я поговорил, говорит, нет, это техника выставляет. А сколько выставляют каждый день? На сколько здесь? Сколько раз заходим? Это ужас один. У меня стихотворение. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. Так мысленно придумаем. И в нем в каждом тридцать шесть строчек. Умножить на тридцать шесть. Я заряжаю любую строчку, а это сто с лишним тысяч строчек. Я заряжаю и по одной строчке нахожу любое стихотворение. Как это можно было сделать? Никак. Это техника. Она шагнула далеко вперед. Ну, вот мы были, когда переговорный пункт был. Люди ждали, когда вызовут с Камчаткой. Номер такой-то. Проходите. Кабинка такая-то. И кто-то сказал бы, что сами уберете эти кабинки. Не поверил бы. А теперь убрали. У меня самая современная пишущая машинка стоит. Мне говорят, придет время, уберешь ее. Другой изобретут. Для чего-то пойду туда. У меня своя здесь клавиатура. Так и здесь. Оно неожиданное. И так получилось. Семикратно в день проставляю тебя за что? За суды правды твоей. Он судит, Бог наказывает, но это по правде. И поэтому он не гневается. А за что? За дела. Но не дела наказывает, а Бог. Бог. Ну не люди же потоп навели. Не люди же с неба огонь не избежали. С неба пал на Содом. Кто наказывал? За что? Не надо путать. За что за Содом Кегрес? Мужчины разжигались похотью друг на друга, делая срам и получая в самих себе должное, задолженное заблуждение, возмездие. В самих себе сами. Это приговоры. Но наказывает Бог. Огонь его и огонь он не спасает. Он. Это люди Богу льсят. Бог никого не наказывает. Когда... Ты считай. Иван... Это... Иеремия 15.6. Запишите себе. Книга порока Иеремия 15.6. Прямо говорится. Бог говорит, я устал миловать. Ты отверг меня, и я погублю тебя. Я. Я стоит. Не дела мои... За дела это за что? Я погублю тебя. Во сне отниму дыхание. Я наведу тебя... С неба камни будут падать. С неба падают камни, написано. И побили людей больше, чем во время сражения. А где на небе камни-то? Где? Как бы ты не понимал, что... Но камней мы не найдем. Но, однако, они вдруг образовались и начали долбить людей. Бог наказывает. Из головы выброси это, что Бог именно наказывает. Вот Роман Проликов говорил. Он говорил абсолютно на 100% правильно. К нему не прислушались почему-то. Ну, за меня решать вы... Как решать? Отрекуйся, не отрекуйся. Я сам не знаю. Бог знает. Дальше. Вот Господь говорит. Простое дело. Не платите десятину. Ну и что? Я не ворую. Проклятием вы прокляты. Это означает, стоит монументальная гора проклятия. И этим проклятием, ну, скажем, электроволны излучают. Она погубляет меня. У меня ничего не будет ладиться. У меня не будет настроения. У меня болезни со всех сторон охватят. За одну десятину. Кто это наказывает? Люди, соседи. Ясно, что Бог. Вы меня обкрадуете. И поэтому обкраду это я. За то, что я обкраду. Это за что? Но наказывает Бог. Малахия 2 и 3 глава. Не надо даже придумать это наказание. Кто и за что? Вот два вопроса. Наказывает Бог. Я накажу вас. Я низвергну вас. Я погублю вас. Я стоит. И за Бога не надо решать. Святая Библия показывает. Я стоит местоимение. Я погублю. Я наказываю. Притом безмерно. Вот он наказал Давида. Пал в искушение. Бог предлагает ему 3 вида искушения. Это сказать наказание. Избери 3 года, 3 месяца или 3 дня. И он задумал. Кто наказывает? За что? Одно дело он перепиздел и я его послал. И ему надо было узнать, какая у него армия. Миллион 100 тысяч. Он вздрогнуло сердце его. Бог. И он наводит на у него ужас. И он пришел в страх, как Яков боролся. С кем он боролся? Не за дела свои. Зачем от Бога отнимать его качество? Вот когда мы это поймем, тогда теперь относительно то, что материал, который я вчера дал. Материал действительно огромный, большой. Но понимают его люди не все правильно. Я сегодня записал ролик, но у меня очень... Он так это... Большие гигабайты гонит. Ролик на 7. И он его перервал пополам. Я решил ждать, отсылать в администрацию. Мне надо. Под модератором. А вы меня заставили. Я ночью этот ролик поставлю. А потом отдельно, тот отдельно поставлю. То есть он сам автоматически прерывает пополам. Я объясняю то, что там было. Суд против Антихриста. Там не говорится именно о чем-то, а только о шестерке. И что люди могут не принимать ИНН. Все больше ни о чем. И это была огромная победа. То есть это изобретение в Америке. И когда вопрос этот... Там 11 вопросов отвечает он. Это единственный студия решил, теперь мы можем ссылаться на это. Это на всю страну распространяется. Он суд сделал, и никто его не опровергал. Вышестоящие органы не отвергали его. На него просто ссылаться и все. Действительно, я преподавал в одном университете 18 лет. И ректор мне знакомый, он у меня просто насел. Получи деньги, получи 18 лет. А проводят поставки профессора с какими-то еще там академиками накручивают мне. Не я это делаю. Повторяю, не я это делаю. Я пришел ИНН, а у меня нету. Я отвернулся и пошел. Я не за деньги проповедовал. А это занятие было. Это я все в ролике сказал. Да, я могу сказать. Я испытал, просмотрел на деньги тут. У меня их и нету, и я отказался. Речь идет о шестизначных цифрах. Благословен Бог мой, который расположил сердца людей, расположил сердца не брать. Я ничего не потерял, не было и нету. Теперь, вот этот знак, который они опровергали, шестерку-то, только это опровергли. Предлагали без шестерок. Взяли именно шестерку. Почему? Человеческое число. 666. Что? Число человеческое. Человеческое. Три шестерки. Три. Это трижды повторяется все во Вселенной. Три. И три шестерки. Вот теперь понятно, что оно человеческое. Возьмите, на каждом конверте цифр шесть. Я такое буду показывать, и везде шестерки идут. Почему? В машине автоматики легче всего прорабатывать. Больше ничего здесь не стоит. Но это как раз подгонит к тому знаку. К тому знаку подойдет. А почему направо начало? Гадать не надо. Ефрем Сирин говорит, чтобы не мог сотворить шестный и животворящий крест. Не сможешь. А у веры отнимется, как в житии святого Нифона. Там встал, веры нет. Кому молиться? Кому рукой махать-то? А что я буду махать рукой? Вот беда-то какая. Недобровольно они могут сделать. Вот так. Так я тебя бросаю насильником. А там ее начинают насиловать. Она говорит, я получу награду за это. Ты самое страшное мне наказание делаешь. Они делают так. Ну там стоит тогда, я к примеру назову Акаки. Ему говорят, вот внизу жертвенник. Внизу там огонь горит. Вот тебе на ладонь, держите руку. Вот так захватили, руку держат. Положили кусок мяса. А прокинь, он стоит и держит руками добровольно. Тогда они наложили на руки ему уголь на ладонь. Он стоит. И стоял до тех пор, пока прожгло ладонь. И стали падать туда угли. А дальше говорится, это не его вина, а вино нашего естества. Оно слабое. Вот как люди стояли за то, чтобы ладонь опрокинуть. Но вы меня заставили. Это не отговорка. Нет, значит нет. Да, да. Остальное от лукавого. Мне не надо толковать чего-то. Тут все написано. Есть мне вещи, которые требуют растолкования. А здесь не требуется. Почему? Ничего не надо добавлять. Те, которые не принимают НН, это их выбор. И когда в священном начале патриархии на этом были, и Лорион там был, и, очевидно, патриарх, никого не осуждать, кто принял и кто не принял. Это абсолютно правильное решение. Это только о том, что технике легче работать. Вот вы не приняли там, где-то там, на почве. На таких делах, они теперь все, что вам делать, должны вручную с полки доставать и пометки делать. Я много видел разных учреждений. Вот по технике, я думаю, самое сложное строение на Земле, это подводная лодка. Намного сложнее, чем космический корабль. В разы. А самое сложное учреждение, это тюрьма. Тюрьма, следственный изолятор. Я если буду говорить, что там делается, ты скажешь, это ни в одном учреждении, ни в министерствах, нигде такая работа не делается. Каждую минуту должен знать, где. Вот у нас 3700 человек. Его вызвали. Или он получает, или заболел, или на этап отправили. Все отмечается. А теперь не надо. Кнопку нажал, там написано, все сработало. Но вместо того, что работали там, кажется, 300 человек, обслуга, сегодня трое. В 100 раз уменьшилось. Вот для чего это нужно. Только для этого. Но это подгоняет к той грани, за которой этим прибором воспользуются. Но боялись электричества. Это то, без электричества ничего нигде нет. Вот боялись, там где-то чип, он подойдет. Они могут тебе поставить, могут сделать, чтобы тебя считывать. Но не больше. Они вот идут люди, они на каждого сейчас видят, какие параметры. Вот так вот прямая линия, долба где-то. И что? Прибор считывает и говорит, это тот, которого ищут преступники. Он только из метро подъезжает, и его уже три машины блокируют. Хорошо, мы скажем, очень хорошо. Но и эту технику они употребят к антихристу. Так что ИНН сегодня тебя от Бога не отдаляет. Но ты можешь не получать. Ты будешь скорби терпеть. Ты их искусственно сделал. Но тебя Бог не осудит за это. Почему? Ты лишишь себя... Но только не стани. Не так. А вот власть такая, сатана это и желает сделать. Если в храме тебя обокрали, а ты зароптал за то, он еще раз обкрадет тебя. А если ты поблагодарил Бога, сатана получил противное того, чего желал. И он за скрижащи с зубами отойдет от тебя. Не ропщи. Вы рассуждали, братья, ревностно и хорошо. Но лучше всех роман-проликов. Спокойно и объяснил. Надо было прислушаться, не зазирать его. Я приготовил, пока вы говорили. Почему-то сегодня у меня... Компьютер-то отключается тоже. Я уже составил целый конспект. К утру я новый ролик поставлю по этой теме, которую послал. Это, конечно, единственный случай, когда сумели доказать, что ИНН содержит три шестерки, и их кому уже выдали насильственно, теперь суд принудил вернуть им. Имя никто не отнимал. Это выдумка. Имя не отнимали. Вот в лагере было, везде цифра стоит, и все в ГУЛАГе. Цифра. А имя никто, каждый назвал тебя Коля, Яша, как угодно. Это только для того, чтобы легко было находить, считать. Никакого имени никто не отнимал. Это бред. Где отнимали-то? Это в документах там. Потому что имя, писать, фамилия. Тут цифра одна. Там 10 цифр. Все. Куда бы ты ни пошел. Это достижение. И достижение полезное для человека. Искать. Но это не браслет, который заключенному делают. Они на этом будут играть. Вот сейчас терроризм, терроризм, терроризм. Везде. Сами взорвут. Сами подводную лодку Курс потопят. Сами взорвут там свои небоскребы. Чтобы люди дали власть. Парламент закрыли. А сделать вот так. Вот у каждого, что был зачипирован и где ходил. А там система выщерчивает. Куда он ходил, где он был, что сказал. Сейчас добились в Думе, чтобы все телефоны до единого. До единого телефона мобильного. Храниться у них там где-то было 3 года, кажется. Сейчас 5 лет. Через 5 лет это они сказали. Они могут дольше хранить. Все, что мы говорим, а как зафиксировать? Никак. Это техника делает. Техника. Но если уже достигли это, то они за этим должны смотреть. Вот один начал там. Я не знаю, тут какие-то здания есть. И там за деньги приходи и работай. И один приходит раз, другой раз там. Ну что-то против государства. Говорит-то. И вот сразу же высчитали. Он третий раз только пришел, наручники уже на руках. Его никто бы не знал. Он сидит в уголке отдельно, тихий, спокойный парень. Вот. Надо остановиться на этом. И тот судья, который выиграл процесс, он ни слова не говорил, что на руку там начало. Но это в будущем где-то, когда-то будет. Суд нашел только одно. Шестерки. И их можно не принимать. Больше там ничего не сказано. И как один человек, я могу сказать, кто это говорил нише. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как ты их понял. А я его если привожу, кто сказал, я могу автора называть. Но меня за это будут говорят, а ты любишь их этих. Он любимец Гитлера был. Так что разговор правильно говорят. Закончить об этом. Нас не проповедуют об Антихристе, послал Господь. А идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Абсолютно правильно. Поговорили. Если только срываетесь на эту тему, стоит задуматься, почему. А так как мы знаем, что Христос придет, второе пришествие, а он за три с половиной года, он естественно будет. О пришествии Христа никто не знает. Поэтому пришествия Антихриста никто не знает. Но события, говорят, где-то рядом. Вот сейчас в Иерусалиме там это начинают они. Они должны это, аль-акса это взорвать или как-то убрать. На том же фундаменте, на Соломоновом, третий храм, в котором сядет Антихриста. Как Бог, с большой буквы, выдавая себя за Бога. А он не Бог. Мы... А что делать? Молиться. Не надо ругать. Вот мы молимся за всех правителей. За Эрдогена, когда вот плохие отношения были. Конечно, за Медведева, за Путина, там, Дмитрия, Владимир. Мы молимся за всех. Кого можем? Каждый день молимся. А почему? Молитесь за царей. Когда Павел писал, ни одного царя верующего не было. Вот так. А относительно Антихриста у мусульман тоже очень хорошо сказано. И относительно суда Божьего. Я беседовал... Ну, мулы сидели, это по-нашему священники. Там, может, не один имам был, это епископы. И мне предоставили слово. Я уж все не раскрываю как. Когда говорили, они ни один, нигде не сказал. Только один сказал, нам горе. Если только сын Марьям, Иса будет судить нас. Я говорю, так написано. И они голову опустили. Вот какое дело. Мы должны проповедать Евангелие. Я для себя, где бы ни проповеду слово Аллах, стараюсь не употреблять. Коран не употреблять. И Мухаммад. Три слова табу. Не надо. Но когда я говорю, нет иного имени под небом данного человеком, которому надлежало спастись. Деяние 4.12. А вокруг сидят одни мусульмане, он не сразу вскакивает. Я говорю, мы договорились тихо, я Евангелие проповедую. Я не трогаю вашу святость. Дальше я говорю, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит, но гнев Божий нечеловеческий. Веры как? Я верю, не верю. Разве сосед знает? Грехов никаких нету. Но я неправильно верю. И написано, гнев Божий. Все. За что ты сам определяешь? За неверие, в первую очередь. Гнев Божий. Бог наказывает. И вот это придумали попы. Бог никого не наказывает, а сатана делает. И в конце концов будет взрыв. Нас учили, нет, а теперь увидели, да куда Бог смотрит, да почему Он допускает. Это вот к чему подкатывает. А когда мы все принимаем, что это от Бога, и Он это знает, и Он нас наказывает, Он любит, Он наш Создатель, за своим творением смотрит. Ничего особенного в этом нет, им как же не наказывать. Кого любит, это по любви. Того наказывает. Он огонь, камни. И вот то, что у вас, я вижу, ревностные ребята, ну воздерживайтесь. Друг друга не надо сильно задевать-то. Вот. Ну, Сережа, как будто бы все тут. Я хотел бы, чтобы выступить мне в роли миротворца. Не скрою. Надеюсь, что вам это удалось. Да. К утру я постараюсь ролик закачать, который эту статью газетную, я ее поясняю тут. Мы засчитали ее. А вторую часть просто оторву. Он это записывает и сам автоматически делит ее. Давайте помолимся, а потом. Достойно есть я кого и силу, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашей Грачную Херуви. Вы подключены, молитесь, Игнать Тихонич. Слышно, слышно, молитесь, все хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...